Всем привет! С вами ProBike и я, Егор. Лето в полном разгаре и, надеюсь, вы уже успели набрать нужную форму и готовую к очередному гранд-фонду. Как? Вы не знаете, что такое гранд-фонда? Ох, ну усаживайтесь поудобнее, сейчас все расскажу. Но сперва немного истории. Данный формат велосипедных гонок зародился в Италии в 70-х годах. С итальянского гранд-фонда переводится как «большой заезд». И это неудивительно, ведь Итальянская Федерация Велоспорта сертифицирует заезд как гранд-фонда только при условии, что его длина составит не менее 120 километров. По регламенту каждый участник получает индивидуальный чип, отлеживающий время старта и финиша, и побеждает тот райдер, который преодолеет маршрут за наименьший промежуток времени. Гонки подобного рода проводятся по всему миру. Среди пионеров также можно выделить такие страны, как США, которые начали гоночную кампанию в 2009 году, неожиданно Южную Корею с дебютом гонки Сиара Гранд-фонда в 2010-м, маршрут которой пролегает через 5 горных перевалов и обладает протяженностью 208 километров. В России же гонки подобного формата проводятся с 2016 года при поддержке компании Гранд-фонда Раша. Но, к сожалению, хотя может быть и к счастью, наши гонки немного отступают от традиционных канонов и лишь в редких случаях предлагают райдерам маршрута длиной более 100 километров. Да и традиционных 2-4 тысяч метров набора, свойственных для классических Гранд-фонда, в наших широтах тоже, к сожалению, не найти. Для менее подготовленных райдеров в день гонки организаторы также проводят и простые велозаезды. К участию в заезде и гонке допускаются лица старше 18 лет, обладающие любым технически исправным велосипедом с небольшими оговорками. Правда, для гонщиков еще нужна медицинская справка о том, что человек здоров и допускается к такому соревнованию. Итак, с вводной частью закончили. Я надеюсь, что у вас уже проснулся интерес к данному формату соревнований. Поэтому давайте немножко поговорим о том, какие моменты следует учитывать, если вы все же решите принять в них участие. Физическая подготовка. Учитывая протяженность описанной дистанции, я думаю, для каждого очевиден тот факт, что перед гонкой неплохо бы немного потренироваться и совершить хотя бы несколько заездов аналогичной протяженности. А также неплохо бы научиться ездить в группе, понимать сигналы, сидеть на колесе и маневрировать в потоке, не машин. Этого будет вполне достаточно для фактического преодоления дистанции. Но если вы все же человек амбициозный и претендуете на какой-то результат, то тренировки следует проводить более планомерно, фокусируясь на интервальной работе. Но вот какие именно интервалы следует развивать? На самом деле, большинство групповых гонок обладают примерно одинаковым тактическим рисунком, который можно условно поделить на следующие этапы. Это стартовая борьба за позицию, раздергивание в подъемы, добор отрывов и финишный рывок. И все эти этапы укладываются в интервальные работы, не превышающие протяженности 5 минут. Например, стартовая борьба за позицию – это высокоинтенсивная нагрузка, в ходе которой гонщик работает на пределе своего максимального потребления кислорода, что эквивалентно примерно 110-115 от его ФТП. Чтобы преуспеть на этом этапе, участнику следует тренировать высокоинтенсивные интервалы протяженностью до 5 минут. Раздергивание в гору, да и просто рывки требуют от участника высокой взрывной мощности и тренируется интервальной работой в одну минуту с интенсивностью в 200-250% от ФТП. Добор отрыва, как правило, исполняется в группе, где райдеры работают посменно с интенсивностью примерно 110-115 от ФТП. Тренируются примерно так же, как и в случае подготовки к стартовой борьбе за позицию – интервалами длиной по 5 минут. Ну и финишный рывок. Здесь возможны разные сценарии и два варианта интервалов. Первый – это выход из низкой интенсивности в 20-секундный спринт с мощностью в 300% от ФТП. И второй – это выход из ФТП интервала в одноминутный анейровный предел, то есть едем на уровне ФТП 5-10 минут и потом одну минуту вжариваем до отказа. Также можно тренировать отдельные ФТП интервалы протяженностью порядка 20 минут. Но все-таки в большинстве случаев подобные усилия на равнинных гонках в наших широтах вам вряд ли понадобятся. Еще один важнейший аспект в гонках – это тактика. Ведь несмотря на вашу, возможно, огромную силу, гонка может завершиться совсем не так, как вы планировали. Если вы неправильно, выстроите ту самую тактику. Групповые гонки – это совсем не про мощность, а про умение экономиться и грамотно распределять силы. Когда вы едете в группе, вам практически не приходится работать, поскольку аэродинамика пелотона играет вам на руку. Поэтому важно со старта зацепиться за сильную группу, желательно в голове гонки. Для этого вам нужно будет поработать, и мы уже знаем, как к этому подготовиться. А дальше стараться удержаться на колесе, парируя все атаки и рывки, дожидаясь финишной борьбы. Типичная ошибка новичков – это рвение, выбиться вперед и желание уйти в соло, прямо со старта. При таком раскладе, в условиях равнинной гонки, вы быстро выбьетесь из сил, закислитесь, а через пару километров вас поглотит пелотон. Также крайне важным аспектом любой гонки является правильное питание и питье. Ведь в условиях физической нагрузки и высокой интенсивности, особенно важно постоянно снабжать наш организм глюкозой, электролитами и водой. Здесь можно руководствоваться следующей практикой. В гонке райдер должен потреблять от 15 до 20 грамм углеводов каждые 30 минут и выпивать примерно 500 миллилитров жидкости каждый час. Рассчитайте примерную протяженность гонки, для этого можно воспользоваться финишными протоколами гонок прошлых лет, и запаситесь всем необходимым с учетом этих данных. Еда должна быстро усваиваться, легко открываться и проглатываться. И чаще всего это спортивные гели, а в воду лучше добавить электролиты и тем самым сделать азотонический раствор. Но здесь важно не переборщить, поскольку если раствор получится слишком концентрированный, то он может сработать как слабительное, а нам это точно не нужно. И кстати, еще один важный момент. Чтобы во время гонок не испытывать проблемы с ЖКТ, протокол питания или новые продукты следует протестировать заранее. Также при подготовке к гонке особое внимание следует уделить и техническому аспекту. Ваш велосипед должен быть в безупречном состоянии. Его необходимо помыть, проверить, настроить, смазать. Также не стоит пренебрегать оценкой износа тормозных колодок. При движении в пелотоне хорошо работающие тормоза могут уберечь вас и окружающих вас людей от падения и травм. Особое внимание следует уделить колесам. Самый простой и дешевый способ увеличить скорость движения на велосипеде, это поставить покрышки с меньшим значением сопротивления качению. Кроме самих покрышек на этот фактор, также влияет и тип, а также вес камер, которые установлены на ваш велосипед. И кстати, давление в колесах тоже необходимо будет проверить и откорректировать непосредственно перед выездом в стартовый коридор. Еще один вариант это установка бескамерных покрышек. Но тут надо быть осторожным. Такую систему крайне желательно обкатать задолго до гонки и убедиться, что в случае прокола герметик действительно работает как надо. Ну и совсем экзотический вариант. Это бескамерка плюс поролоновые вставки типа Vittorio Airliner. Они практически не влияют на сопротивление качению, зато надежно удерживают покрышку на ободе и не дают ей разбортироваться в случае прокола. Помимо этого, Airliner позволит вам продолжить гонку даже с полностью спущенным колесом. Конечно, это скажется на накате и вашей скорости, однако все-таки позволит вам финишировать. Ну и в целом, по велосипеду стоит проверить моменты затяжки всех болтов, особенно подседельного хмута или руля. Но если уж мы говорим про участие в гонках на велосипедах, то тут уж без специальной велосипедной обуви никуда. И если вы как раз в поиске, то у нас в магазине есть отличные модели от Merida, как для шоссейных, так и для горных велосипедов. Обратите внимание. Еще важный момент – это предварительный просмотр трассы. Не стоит надеяться на ось. Незадолго до даты гонки не поленитесь ездить к месту старта и прокатиться по маршруту, заблаговременно скачав его трек на свой велокомпьютер. Запомните, на каких километрах располагаются основные подъемы и опасные участки с плохой дорогой. Хотя в гонке вы вряд ли сможете достать эту информацию с головы, но эти данные можно будет нести в комментарии к треку вашего веломаршрута, чтобы велокомпьютер вовремя напомнил вам о ключевых точках или подстригающей опасности. Кстати, не забудьте зарядить сам велокомпьютер, а также всю остальную электронику, например, компоненты трансмиссии. К важным моментам непосредственно перед стартом следует отнести и своевременное прибытие к месту его проведения. Возможно, это звучит смешно, но многие не учитывают, что в большинстве случаев вы не можете приехать на гонку, а через 10 минут быть в стартовом коридоре. Вам нужно будет найти парковку, переодеться, проверить велосипед, пройти регистрацию, получить индивидуальный чип хронометража, занять удачное место в стартовом коридоре. И на все это требуется время. Опоздайте, и Пелотон уедет без вас. На этом, конечно, не все, но для начала, я думаю, хватит. И самое классное, что эти принципы справедливы для любых групповых шоссейных соревнований. А вы уже успели поучаствовать в гонках? Расскажите в комментариях про ваши впечатления. Ну и на тот случай, если у вас все еще нет велосипеда, но в гонках участвовать очень хочется, не забудьте про наш промокод, чтобы получить байк на более выгодных условиях, которых можно почитать в описании. И увидимся на старте.